Глава тридцатая Ложи его чистым золотом, вверх его и бока его кругом и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота, сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного и возлияния, не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. «Это святыня великая у Господа». И сказал Господь Моисею, говоря, «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле двадцать гер, полсикля – приношение Господу. Всякий, поступающий в исчисление от двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатые не больше и бедные не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. «И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скини и собрания, и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения и подножья его медные, и поставь его между скини и собрания, и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию и собрание, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным, ему и потомкам его, в роды их». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, Смирный самоточный пятьсот сиклей, Корицы благовонной половину против того двести пятьдесят, Тростника благовонного двести пятьдесят, Кассии пятьсот сиклей по сиклю священному И масло оливкового гимна, И сделай из сего мира для священного помазания, Масть составную искусством составителя масти, Это будет мира для священного помазания, И помаж им скинию собрание, И ковчег откровения, И стол, и все принадлежности его, И светильник, и все принадлежности его, И жертвенник курения, И жертвенник всесожжения, И все принадлежности его, И умывальник, и подножия его, И освети их, И будет святыня великая, Все прикасающееся к ним осветится, Помажь и Аарона, и сынов его, И посвяти их, Чтобы они были священниками мне, А сынам Израилевым скажи, Это будет у меня мира священного помазания В роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, И по составу его не делайте подобного ему, Оно святыня, Святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, Или кто помажет им постороннего, Тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею, Возьми себе благовонных веществ, Стакти, Ониха, Халвана душистого И чистого Ливана, Всего поровну, И сделай из них искусством составляющего масти Курительный состав, Стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, И полагай его пред ковчегом откровения В скине и собрания, Где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, Не делайте себе. Святынею добудет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, Чтобы курить им, Истребиться из народа своего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok